Здравствуйте, дорогие стрельцы! Просишь упрощения за свой голос, я болею. Если вдруг мне станет тяжело говорить, я прерву запись, потом продолжу. Заранее предупреждаю. Мы с вами сегодня встретились для того, чтобы сделать наш традиционный тороп прогноз на неделю. И давайте уже к нему сразу и приступим. Итак, что ждет людей под знаком Зодиака Стрелец с 21 по 28 декабря? Так, поехали. Давайте что-нибудь хорошенькое вам вытянем. Так, смотрите. Значит, дорогие стрельцы, какая у вас история? Итак, на этой неделе, первая карта у нас, которая указывает нам на общее настроение, общую характеристику этой недели. Паш Чаш говорит о том, что эта неделя благоприятна для начала каких-то новых отношений. Это могут быть отношения для людей, ну, вы можете встретить кого-то, ну, партнера какого-то, да, то есть, либо вы где-то познакомитесь у друзей, может быть, будете готовиться к празднику, может быть, какой-то закрытый корпоратив у вас пройдет, и вы можете встретить партнера. Это может быть также случайная встреча, случайное знакомство. То есть, для тех, кто одинок и ищет партнера, очень благоприятное время кого-то встретить. Это может быть также, вы знаете этого человека, то есть, это не обязательно новый знакомый. Да, это может быть и новый знакомый, а это может быть и человек, с которым вы были прежде знакомы, но отношения у вас начнутся именно сейчас, на почве каких-то общих интересов. Для людей, которые находятся в отношениях, у которых все в порядке, для вас эта карта может символизировать новый виток ваших чувств. То есть, чаще всего эта карта означает положительные какие-то перемены, очень редко отрицательные, но чаще всего именно положительные. Это переход на новый уровень, это после, может быть, даже какого-то длительного застоя в отношениях у вас снова вспыхнули чувства, снова вы потеплели друг к другу, вы как-то сблизились, вы как-то что-то начали по-новому, что-то новое друг в друге открыли и начали по-новому друг к другу относиться, совершенно иначе. Также эта карта благоприятна, в принципе, для того, чтобы начинать отношения, для того, чтобы привносить новизну в уже устоявшиеся отношения. Поэтому, если вы партнер со стажем, то самое время сделать что-то приятное для своего любимого человека. Вспомните то, что он любит, сделайте ему какой-нибудь сюрприз, вспомните о том, как ваши отношения только начинались, когда вы еще были в страсти, когда вы горели, когда у вас были эмоции, гормоны и все такое прочее. Верните эти ощущения в свою жизнь сейчас. Карта совета, о чем она вам говорит? О том, что картинка страшная, но на самом деле в данной совокупности карту ее бояться не стоит. Карта говорит о том, что вам необходимо немного замедлиться и прислушаться к себе, к своим внутренним ощущениям. Вы сейчас должны поменьше слушать каких-то советов, каких-то друзей, подруг, мам, пап, теть, дядь, родственников, братьев, сестер. Поменьше кого-то слушайте. Вам необходимо прислушаться к себе, к своим истинным желаниям, к своим истинным чувствам, понять, что именно вам нравится, что вам доставляет удовольствие. Если ваша семья не принимает вашего партнера, например, но вы его искренне любите и вы понимаете, что для вас человек этот важен, выбирайте того, кому у вас лежит сердце. Поменьше слушайте кого-то. Вам необходимо сейчас уделить внимание себе, любви к себе, трепетному отношению к себе. Вот именно поставить себя на первое место, уделить внимание любви к себе. Это не про эгоизм. Это про то, чтобы перестать угождать каким-то людям в ущерб себе. Вот про это. Вам необходимо делать то, что нравится вам, и то, что вам доставляет удовольствие. Если есть какие-то люди, которые отравляют вам жизнь, самое время от них дистанцироваться. Я не говорю сейчас порвать отношения все полностью с этими людьми, но дистанцироваться не позволяет людям отравлять свою жизнь. Финальная карта говорит о том, что у вас будет достаточно очень степенное развитие отношений. Данная интерпретация, мы будем говорить об отношениях. Здесь о работе мало чего можно сказать. Да, кстати, это могут быть дружеские отношения. Это могут быть партнерские, любовные, могут быть дружеские. Я тоже это учитываю, да, сразу не сказала. Вот, и у вас будет естественное развитие этих отношений. То есть вы выходите, либо это новые, да, мы помним, либо это старые, но новый уровень. И у вас все идет четко и степенно. И сейчас в этой совокупности, да, я могу сказать о том, что пришел именно хороший период для того, чтобы построить правильные гармоничные отношения, которые принесут счастье именно вам. Именно сейчас период, ну вот именно для вас. Поэтому пользуйтесь этим, уделяйте этому время, выстраивайте свои границы от тех людей, которые пытаются вам навязать то, что они, ну вообще то, что они считают правильным. Вы понимаете, что иногда люди говорят совершенно лишние, ненужные вещи, они сами не понимают, зачем они это говорят и почему они это говорят. И они не придают столько значения вам, как это может показаться. Всем, всем есть дело только до себя. Глобально посторонним людям на вас лично пофигу. Люди иногда говорят просто, вот, спускают воздух и все. И, ну, как бы вам нельзя, как бы, идти на поводу у общества, общественного мнения у каких-то людей, которые, ну, вообще, как бы им до вас никакого нет дела. Вот сейчас про это история. Поэтому слушайте только лишь свое сердце, слушайте, куда вас тянет, прислушивайтесь к своему внутреннему миру и будьте счастливы. Делайте только то, что вам нужно, что делает вас счастливым, что вас развивает, что вам приносит радость и положительные эмоции. Не слушайте тех людей, которые паразитируют за счет вас и которые вас пытаются склонить на свою сторону, непонятно вообще зачем. Вот такой вот, прошу прощения, вот такой вот, по-моему, прогноз на неделю. Я надеюсь, что я уже выздоровлю к следующему нашему раскладу. Уже замучилась болеть, если честно. Вот, я благодарю за внимание тех, кто дослушал все-таки мой хриплый голос. Ну и все, прощаюсь с вами, до новых встреч, пока-пока.